Поговорим о жизни с Евгением Паничкиной на лайфе. Задержаны два фигуранта дела о многомиллионной взятке. Гендиректор компании Т-Плюс Борис Вайнзихер и управляющий директор холдинга Ренова Евгений Ольховик. Следователи теперь намерены добиваться заключения. Эти господ под стражу. Сегодня дочернюю фирму российской частной бизнес-группы под названием Т-Плюс обыскали. Евгения Ольховика допросили. Кроме того, в причастности к делу о взятках заподозрили главу вымпелкома Михаила Слободина. И вот его разыскивают, предполагают, что он находится в Лондоне. Слободин был предшественником Бориса Вайнзихера с 2010 по 2012 годы. И он же был директором Кэс-холдинга. Вот теперь эта компания и называется Т-Плюс. Итак, напомню, подконтрольную олигарху Виксельбергу компанию обвиняют в том, что ее топ-менеджеры дали крупную взятку чиновникам Республики Коми. Больше восьми сотен миллионов рублей. Деньги передали, конечно, не за просто так. Подконтрольная структура Виксельберга в Иркутинской ТЭЦ оказалась не готова к отоп-сезону. И в морозы до минус сорока грозило оставить местных жителей без тепла. И вот теперь следователи предполагают, одна из нитей этого мошеннического клубка ведет к истории с Вячеславом Гайзером. Бывший глава региона в 2015 году был отправлен в отставку. Когда вскрылось, вместе с сообщниками он присвоил государственного имущества на миллиард рублей.